Всем большой привет! Меня зовут Марина и сегодня будет обзор небольшого моего личного заказа по 12 каталогу 2020 года компании Avon. Если вам интересно, послушайте мои отзывы и посмотрите то, что я заказала. Возможно, видео для вас окажется полезным. Будет примерка, также разочарование. Присоединяйтесь к просмотру. Также компания вложила, как всегда, каталоги у нас 13-14. Как видите, я их посмотрела и по закладкам видно, какой каталог интереснее или нет. Но 15-й каталог из всех мне понравился больше. Вот, будущий. Посмотрела от транссеттеров, естественно. Там что-то как-то поинтереснее, нежели этим. Также пришел сейл лунный модный стиль. Ну, ничего интересного для себя и выгодного совершенно нет. Цены просто неадекватные. И никаких скидок я тут не вижу. Ну, не может платок стоить такую сумму 3-300. Какой-то несчастный полистер за 300 рублей, который. Ну и так далее. Очень дорого, невыгодно. Те же самые часы. 1200. Когда я покупала по 600 рублей. Даже, по-моему, дешевле. Вот голубые и розовые своим племянницам. Ну, очень все дорого. Так, и... Аутлет по тринадцатому каталогу пришел. Тоже мне здесь ничего не понравилось. Ничего не присмотрела. И как бы ничего не выгодно. Для меня лично. Вот эти часики на шоу мне нравятся сейчас. Вот эти вот за 999 рублей. В принципе, нормальная цена со скидкой 15% будет у вас. Поэтому все, кстати, на них обращают внимание и говорят, что они очень дорого смотрятся. Вот, не знаю. Мне делали на них комплименты. Мне они самые нравятся. Они такие тяжеленькие. Они такие висят, как браслет. Кстати, у меня в плейлисте Avon я их показываю. Делал на них обзор. Сумасшедшая цена на эти зонты 600 рублей. Неадекватная. В фикс-прайсе такие зонты не хуже качеством. Мне так кажется. 200 рублей сейчас стоят. И в большом ассортименте. Я, кстати, его купила все-таки в фикс-прайсе. А этот зонт я покупала, я сдала обратно. И чему рада. Считаю, своих денег вообще не стоит. Хотя я покупала где-то за 300, то ли 80 рублей со скидками. Считаю, это дорого. Завышенная цена. Качество не соответствует. Это мое мнение. Так, что-то сразу начала жаловаться, что нехорошо. Так. И заказала вот такую водичку. Значит, Пурбланка. Гармония. Avon. Слышала хорошие отзывы. Плюс это заказала у меня мама. 50 мл. Вот. И мама мне собирает, хочет собрать все ароматики. У нее есть белый аромат, который ей нравится. И он, кстати, самый яркий из этой линейки. И самый харизматичный. И больше всех мне нравится. Именно Пурбланка классическая. Вторая Пурбланка, которая мне тоже понравилась. Очень приятная, нежная. По-моему, абрикосовая. Она с абрикосовым или персиковым. По-моему, абрикосовым ароматом. Нежная, приятная, женственная. Персиковая крышечка. Там какая-то или оранжевая. Тоже и маме понравился этот аромат. Такой приятный. Вот. Потом маме, по-моему, я дарила. Да, с фиолетовой крышкой. Вот была по распродажам. Аромат скучный. Показался неинтересный. Причем, я думала, только мне. А маме тоже он не понравился. Говорит, ничего особенного вообще не цепляет. Говорит, Пурбланка лучше. Классическая. Ну, действительно. Вот. Более свежая, более яркая. Этот аромат я тоже послушала. Естественно, маме я его еще не давала. Боюсь, что она тоже разочаруется. Эта вода мне никак не зацепила. Вот представлено на страничке. Здесь была такая цена более-менее адекватная. Цветочный, мускусный аромат. Груша, синяя фиалка, мускус 50 мл. Остальные по 500 рублей невыгодно. Вот еще надо теперь собрать. Еще одну выкупить в будущем каталоге. Будет также по 400 рублей. Если маме не придумает, конечно. Элеганс. Лесные ягоды. Ты же асмина, белый мускус. Надеюсь, здесь будет поярче. Так как тут есть жасмин и ягоды. Этот аромат совершенно... Я не знаю, как тут слышат грушу. Я слышу просто нечто такое... Мускусное в первую очередь. Именно мускус. Где-то припудровость такая легенькая присутствует. Вот. Приятный такой нежный достаточно аромат. Без всякой харизмы. Без какой-то яркой нотки. Ну, вот очень нейтральный. Очень нейтральный. Для меня лично скучновато. Я чувствую, для мамы будет то же самое. Ну, она хотела полностью собрать все цвета. Вот пусть будет. Когда их все вместе собираешь, получается вот такой милый цветочек. Как бы крышечка похожа на лепесток. 20% с скидкой вышло у меня 320 рублей. Конечно, я очень хотела заказать вот парочку известных ароматов. Это у нас артисты линейка. И очень была тут такая хорошая цена заманчивая. Взять эти два аромата и рис и пачули. Мне зеленый аромат. В прошлые разы попробников вообще не понравился. Понравился на старте. Ну, ужасно тяжелая какая-то база. Я уже не помню, какая она там. Ну, вообще не понравился. Тяжелый, тяжелый, синтетический. Какой-то база синтетическая, тяжелый. Я уже не помню, что. Ну, не для моего просто носа. Так, понравились. Лидерах у меня оказались по пробникам. Попрыскал кому-то этим маленьким. Пачули. Мне понравились там пачули. Были очень достаточно приятные. Розочка на фоне сладкая. Все это в базе заслащилось. Я не чувствовала там особо сильной такой химозины. Вот. Приятная розочка. Стихало все это. Ну, приятный ароматик. Такой благородный. Для офиса. Конечно, аромат ирис, он ярче, интереснее, звучнее. И он мне, в принципе, тоже понравился. Но единственное, я поставила второе место из-за того, что просто у меня очень похожие ароматы даже есть у самой. Это что-то Антонио Бандерас в эту сторону. Это свежие точения в эту сторону тоже с ирисами. И они похожи. Только те ароматы качественнее. И они и могут играть. А этот же не такой. Этот намного проще. А цена у него выше. Поэтому я поставила на второе место. На третье зеленое. Обрадовалась, что появилась вот такая шикарная цена на 10 мл. Естественно, взяла. И у меня мнение изменилось. Пачули у меня встал теперь вместе с зеленым ароматом в одну линейку. А ирис выбился в первое место. Не в первое место, а на первое место. Ну, я думаю, все знакомы с этими флакончиками стандартными. 10 мл. Отличный сумочный вариант. В принципе, для этого и брала. Скидка была на них 15%. Вышли они мне по 160 рублей 65 копеек. Так, почему мне изменилось мнение? Да потому что, когда я нанесла уже вчера на ночь на одну руку пачули, на другую ирис. Вот наоборот. Я была в шоке, что здесь аромат пачули зазвучал совсем по-другому. То есть, поначалу все было так же, как и в пробнике. Но потом, через час, по-моему, или полтора, проявилась мускусная база. Вот эта эйванская, вот эта вот неприятная. И она не просто проявилась, а начала шлифить. И я, когда уже ложилась спать, мне этот аромат до такой степени, эта база, не сам аромат, а база начала раздражать. Что я делала для себя вывод, что этот аромат я носить ни в коем случае не буду. Я чувствую эту базу, возможно, никто-то не чувствует. Именно эйвановская, именно химозная, вот она дешевая какая-то. Вот мне так кажется. Не знаю, возможно, вы со мной не согласитесь. Но нос мне прям резово. Вот, и поэтому я не смогу просто на себе его ощущать. И я просто кому-нибудь подарок приложу, придарю кому-нибудь этот аромат. И слава богу, что у меня неполноразмерный флакон. Айрис яркий, сладенький, более интересный. Конечно, он не такой интересный, как тот же от Сержа Тачини аромат. Не тот же Антонио Бандерас, проще намного. Он имеет сливочность, сливочность приятная, но у него нет вот этой ужасной базы. И я буду носить именно, как бы дополнять те флаконы, те ароматы, как в сумочном варианте. Потому что те флаконы не возьмешь, а этот можно спокойно примешивать к тем ароматам. Где-нибудь на расстоянии вполне нормально. Если честно, я не ожидала, что такая разница может быть пробника. И вот я слышала, что разница аромата в пробниках и в ручках, либо там в полноразмерках и есть в его. Я слышала, но у меня, по крайней мере, ни разу не сталкивалась сама лично с этим. Но вот теперь столкнулась, пробник разительно был приятней, не такой химозный, нежели ручка. Не знаю уж, как полноразмерка. Может быть, она такая же, как пробник, возможно, она такая же, как ручка. Изготовители вот этих флакончиков в Польше. Интересно, слышите ли вы тоже в базу неприятных пачу или нет. Далее, заказала я вот такую туалетную воду для мальчиков, 150 миллилитров. Только здесь цена 179 рублей, мстители. Значит, у нас с оформлением Marvel идет. И, короче говоря, я заказала не с этого каталога, а с Аутлета. Аутлета у меня сейчас нет. Я заказала со своей страницы онлайн. Я не понимаю, в чем разница. Вроде все то же самое. Но, кстати, там он был дешевле и достался мне всего лишь за 101 рубль со скидкой, 15%. Не помню, какая была там цена. То ли тут просто распродают оформление совсем другое. Вроде все то же самое. Тот же самый объем. Ну, думаю, тот же самый аромат. Вот. Наверное, высота флакона, что ли, разная. Так что, если вы сейчас делаете заказы, лучше закажите тот же самый аромат. Не за 180 рублей по каталогу, а по распродаже, по Аутлету. Флакон пластиковый. Нормально распыляет. И аромат действительно здесь не детский. Сколько я слышала. Я взяла просто своему сыну. Ну, он мне любитель, вот, любитель Марва, вот это вот, всех героев, особенно этого Железного Человека. Поэтому я ему купила. Пусть пользуется, как, хоть для взрослого человека, конечно, но вполне, знаете, для взрослого человека годится. Для парня этот аромат. В нем, как и свежесть присутствует, так, такое ощущение, как будто бы что-то то ли древесное, то ли кожаные нотки. В общем, непонятно что. Что-то такое мужское. Не знаю, какой он по стойкости. Ну, короче говоря, пусть после души обрызгается. В общем, для прикола мы взяла. 101 рубль вполне, вполне неплохо. Не знаю. Но я не хотела бы, чтобы мой маленький, допустим, ребенок, который школьник, первоклассник, второклассник, пахт таким слишком ядреным ароматом. Мне кажется, это чересчур. Ну, от 10 лет, возможно, уже можно. Кстати, по аромату хочу сказать, что здесь как и свеженька, так вот какие-то еще, не знаю, ноты там не написаны. То ли древесные, то ли что-то такое легкое-легкое, что-то кожа ставит в эту сторону непонятное. Ну, я брынулась на руку, и он постепенно начинает немножко заслащиваться, что хорошо. Более приятно такой аромат становится. Мне кажется, мужчина после бритья даже подойдет, как лосьончик. В этот раз заинтересовалась я вот такой ленькой. Я всегда проходила мимо, не нравилось мне там не то, чтобы оформление, эти пластиковые баночки, когда надо пальцем нырять. Здесь более удобное оформление, симпатичное какое-то, нарядное. И в то же время такое ощущение, как будто бы она такая все полезная. Выбрала. Вот цена не самая сладкая, но ничего страшного. Со скидкой 20% вышло мне 108 рублей 50 мл. Здесь идет, значит, у нас сахинация белая чата 30+, я взяла 40+. Дневной и ночной крем я взяла ночной. Я уже один раз им воспользовалась на ночь. И знаете, у меня такое неплохое мнение о нем сложилось. Так, здесь у нас идет экстракт облепихи, удерживает влагу в коже, защищает ее от старения. А экстракт толокнянки укрепляет кожу и выравнивает тон. Коробочка очень симпатичная, мило выглядит. Мне кажется, даже если купить их в паре, то даже на 8 марта, либо на какой-то, на день учителя, там, я не знаю, день мамы, бабушки. Очень даже здорово подарить в паре. Здесь хорошая такая твердая плотная упаковка, кстати. Написано, что содержит натуральные экстракты. Тем более, тут есть и 50 плюс крем с виноградом. Тоже интересно было бы попробовать. Кстати, кому нужен состав, посмотрите. Сюда входит прям и масло, а также здесь есть экстракты. Не испытано на животных. 12 месяцев после вскрытия. Вот такой кремушек. Очень симпатичный, приятный. Открывается так, как мне нравится. Я уже один раз воспользовалась. Это видно. Никакой там фольги ничего не было. Удобно пользоваться. Крем сам по себе достаточно приятный. И он, как бы сказать, он чувствуется, что ночной. Чувствуется, как будто бы питательный. Аромат мягкий, нежный, кремовый. Какой-то фруктовый, зеленоватый. Нежный, не напрягающий. Поэтому вполне, вполне мне нравится. Облепихой не пахнет. Может быть, это какие-то отголоски-толокнянки. Я не знаю. Он хорошо разносится по лицу. Спокойно скользит. Он не чувствуется, что здесь какие-то силиконы, парафины. Всякое такое. По крайней мере, не очень ощущается. Чувствуется, что здесь есть, присутствуют все-таки масла. И он при нанесении оставляет легкую пленочку. Такую липковатую. Которая, знаете, не напрягает. Это ночной крем. Поэтому это вполне нормально. Ну, тем более 40+. Крем в большей степени впитывается. Но частично что-то на лице такое на коже остается. Возможно, пленочка или что-то такое. То, что будет держать влагу лишний раз. Ну, что-то такое тут присутствует в креме. Но это совсем не раздражает меня. Мне показалось, что он очень приятный. Утром я смыла этот крем, естественно. Кожа была мягенькая, такая приятная. То есть, как бы у меня положительные впечатления. Остались от ночного крема. Пока не жалею, что я его себе заказала. Пока я искала толстовку, чтобы вам показать. Нашла вот этот зонтик. Вот этот зонтик я, кстати, заказывала. Показывала. Делала на него обзор. В плейлисте заказа Avon у меня есть. Оставлю в комментариях. Если вам интересно, посмотрите. Вот. Так. И заказала я себе толстовку. Исключительно из-за красного цвета. Так как считаю, что цены дороговаты. Ну, красный цвет меня привлек. И не везде можно встретить продажи именно такой цвет. И мне нравится, что есть длинные рукава. Идет она в трех цветах. Даже в четырех. Вот. Единственная проблема у меня была. Это размер. Я не могла поделиться с размером. Знаю, что бывает, что Avon вещи большимерят. Так. В итоге я все-таки думала-думала. И решила взять по размеру. Мне здесь все-таки больше подходит. 54-56. Хотя на шоу я 52-54. Взяла я больше. И не пожалела, в принципе. Все-таки это 100% хлопок. И я боюсь, что она все-таки подсядет после стирки. Поэтому лучше больше, чем меньше заказать. Неохотно было назад возвращать вещь. Почему-то на нее цена у меня сработала 15% скидки. Вышла она мне в 594 рубля. Дороговато, конечно, 600 рублей. В следующем каталоге, кстати, будет она на 100 рублей дешевле. Так что обратите внимание в 13-м. Я обязательно покажу на себе эту вещь. А сейчас давайте рассмотрим ее вблизи. Так, по хит, естественно, приходит. Размеры 54-56. Вещь ни в коем случае не большей мерит. Она, мне кажется, идет либо размер-размер. Ни в коем случае, по-моему, не малой мерит, мне кажется. То есть она сидит на мне почти почти так же, как на фотографии. Я не люблю, чтобы вещи были в футболке в облипку. Для меня это ненормально. Я считаю, что вещь должна нежно так-то свисать, мягенько. Мне нравится, когда так рукава подтянуты. Все у меня в этом плане как бы, как положено получилось. Так, на видео я смотрю, вещь немножко ярче кажется. Так она более натуральный красный цвет. На видео более ярко, чуть светлее. Так, значит, вот так это все выглядит. Горловина у нас обработана, в принципе, хорошо тканью. Мы сразу видим, что она обычная, футболочная. Но, если честно, я надеялась, что она будет поплотнее. Вот, швы аккуратные, все нормально. Вот, ну, обычная футболка, смотрите. Обычная, тоненькая, летняя футболка. Я думала, что все-таки раз это толстовка, то она будет, ну, плотнее. Рукава вот так выглядят. Обычненьких резиночек. Все самое обычное, знаете. Ивановский такой трикотаж. Ну, цвет мне очень нравится. Если бы не цвет, я бы, конечно, и не покупала. Очень нарядный, яркий. Так, низ отторочен вот так. Обычно, стандартно. На просвет вещь. Шьет Бангладеш. Так что, имейте в виду. А так, мягенькая, приятная на ощупь, хлопочек. В принципе, в этом плане все хорошо. Ну, примерку посмотрите в этом видео. Естественно, я вбила этот промокод. Это подарок-сюрприз от 1000 рублей заказа. Прислали мне вот такое масло от Elkanto. Не знаю, хорошее оно или нет. По аромату оно приятное. Такое ванильное. Вот такой зимний достаточно для меня аромат. Я тут уже открыла, посмотрела. Тут его 100 миллилитров. Я знаю, это один из любимейших ароматов в основном. Этот аромат, по-моему, самый интересный из всей линейки, которая есть вообще в линейке Encanto, я так понимаю. Ничего из нее не заказывала. Ничего мне не было интересно. Ну, вот решила воспользоваться. Не оставлять никому на подарок. Решила сама потестить, что же это такое косметическая масса для ванны и тела. Нефритовый цветок и шелк. И там можно открыть, посмотреть. Предлагают наносить на чистое влажное тело, либо сухое. Это маслица. Вот, не знаю, хорошее оно или нет. Но химозины здесь найти полным-полном. Вот. Ну, ароматы, я думаю, многие знают, какой насыщенный, яркий. Я все тело боюсь намазывать им. Мне кажется, я потом буду ходить просто шлейфить по всему дому, что людям стоит вокруг меня плохо от такого яркого аромата. Ну, попробую на крайний случай, если мне не понравится на тело. Иначе на руки, на ноги масла лишним не будет. В общем, ну и очень приятный такой флакончик. За 30 рублей вполне-вполне нормально. В прошлом каталоге я заказывала вот такую тушь цветную. Очень мне захотелось цветную тушь. Вот прям вот очень сильно. И в 13 каталоге она будет. Сразу по будущему каталогу ее покажу. Так, тут представлены эти цветные туши. Вот целая венечка. Тушь для ресниц объема магии от цвета. 10 мл. Разные цвета. И я взяла морские глубины. Вот. Малиновый я не представляю, как он будет выглядеть. Голубой электрик, это хорошо, мне кажется, больше блогинкам и с голубыми глазами. А у кого карие глаза, ну, также глубинное тоже подошло бы. Для кари глаз отлично подходят морские глубины. Также фиолетовый и черный. Цена 309 рублей. Я не помню, какая в прошлом каталоге была цена. Я кроме одной туши ничего не заказала. Вот. Но мне она вышла со скидкой 240 рублей. 20-ти процентной. Я заказала через представителя со скидочкой. Польша делает название Oasis. Вполне симпатичная упаковка. Но, думаю, как у всех тушей. Мне нравится. Здесь такой хороший объемчик 10 мл. Хотя цветная тушь мы так много не используем, конечно. Может, было поменьше. Выглядит она вот так. Здесь силиконовая такая кисточка. Достаточно удобная, чтобы прокрасить. И такой же, как видим, цвет. Давайте сразу на руке покажу. Кажется, что голубой. Но, на самом деле, отличается от голубого. Действительно, он такой зеленый. Голубовато-зеленый. То есть, вполне цвет лагунный какой-то. Оазис. Даже здесь мы можем видеть, что он немножечко ложится комочками. И тут много можно не жалеть накладывать. Вот, смотрите, погуще, чтобы было понятнее. Можно было разглядеть цвет. Здесь есть блестки. Но блестки на глазах вы и на ресницах не увидите. Как я их густо наносила полностью на все ресницы. Прямо с нуля. Без черной туши. Я блестки не заметила. По крайней мере, не разглядела. Также, в основном, я использовала вот все это время. После заказа. Это черная тушь. Прокрашена полностью ресницы. И где-то практически не только кончики. А где-то от седины до кончиков прокрашивала эту тушь. Достаточно прям так посильнее, чтобы было видно и видно эту тушь для посторонних. Мне эффект понравился. Хоть она слегка ложится кусочками. Блесток, естественно, не видно. Но тушь не осыпалась, сколько я ходила. Держалась замечательно. Дает такой интересный игривый взгляд. Необычный. Прекрасно подходит к карим глазам. Отлично подойдет на лето. Да и вообще, по-моему, на круглый год под одежду можно. Да и просто так красила даже. Мне понравилось, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Обратите внимание, возможно, вам, вас она тоже заинтересует. Просто для разнообразия, для поднятия настроения с удовольствием я ей пользуюсь. И пока еще пользуюсь. До холоду буду пользоваться ею. Кстати, камера передает цвет точно такой же цвет, как и на моей руке. Сейчас пыталась снять. Видите, на руке немножко цвета остался. Оно с ресниц вместе с черной тушью, либо самостоятельно смывается прекрасно, без всяких мицеллярок. То есть, обычным средством для умывания. В данный момент у меня прекрасно смывается. И мое главное разочарование, к которому мы подошли. Я, естественно, заказала вот эти пробники, поливизаторы. Заказала я себе набор из трех штук за 99 рублей. И набор у меня еще одна женщина попросила. Соседка тоже именно поливизатор. Ни в коем случае не с палочками. Потому что она говорит, я с палочками, кстати, ничего не понимаю, не слышу. У меня только поливизатор. Она увидела в каталоге, говорит, закажи мне, Марина, пожалуйста. Хочу послушать их. Возможно, закажу, если понравится. Ну и на 200 рублей, получается, что сделала компания. Они мне написали, что у них сделана замена. Отсутствует на складе. Под четверочкой мне поставили. И заменили меня вот такими пробниками. 18 штук на 200 рублей. Зачем они мне нужны? Это мне объясните. Вот зачем? Когда увидела, открыла коробку в Центер-Рейвен. Боже мой. Я, родной, мне подарки что-то такие. Я не могу понять. Если подарки, то классно. Я не ожидала такого подвоха. Мне совершенно не интересны эти пробники. Я не хочу ими пользоваться. 18 штук вот этих ароматов. Теперь, естественно, соседке их даже предлагать не буду. Потому что она мне ни в коем случае. Только не с палочками сразу предупредила. Я ей уверяла, что они, конечно, придут нормальные сошетки. Или как там они называются? В картонных коробочках. Приличные. Сама я толком тоже хуже. Чувствую аромат в этих пробничках малюсеньких. Можно услышать направление. Но сам аромат достаточно тяжело разнюхать на самом деле. Нужен он вам? Не нужен. И не хочется с покупкой в будущем ошибиться. Короче, вот таких я расстройств. Вот такой подвох. Почему бы просто не прислать эти ароматы в будущем заказе? В будущем заказе. Я прекрасно могла бы подождать. Зачем мне вот это объяснить? Я не понимаю. Ну, единственное, что я смогла это чуть-чуть хотя бы послушать вот эти ароматики. И единственное, самое поверхностное мнение, как, допустим, я их услышала. В первую очередь мне понравилась, естественно, роза. Мне показалось, она более-менее приятная. Они высокосладковатые, такой приятный аромат. Ну, я в последнее время розу полюбила, поэтому мне понравилась, видимо. Достаточно сладковатый. Больше ничего не запомнила, потому что мне даже не разрешили. Ну, как, у нас нюхают все с крышечки аромат. Вот. Нельзя не брызгать на руку никуда. Вот с крышечки дали понюхать. Вот все, что я услышала, это сладенькую розочку. И что-то еще. Не поняла что. Вот. Нейрули и рис. Это у нас водичка. Второй вариант. Сразу с крышки все, что я услышала, это в первую очередь нероли. Нероли, мне кажется, правильно так говорить все-таки. Нероли прям сразу зашибанул в нос. Отчетливо. Возможно, там какая-то игра бы начиналась. Этого я не заметила. Ну, нероли как-то, знаете, не особо хочется пахнуть. Поэтому аромат мне этот вообще никак не зацепил. И не очень интересен. Возможно, с флакона это было бы все интереснее посушить, разносить. И третий вариант. Это у нас идет джасмин тубероза. Этот аромат мне понравился больше, чем нероли. Он какой-то более яркий, более интересный. Но я бы себе, опять же, его не приобретала. Опять же, надо разнашивать. И такое что-то, нечто похожее в ароматах у меня есть в других совершенно брендах. Конечно, этот белоцветочный аромат. И белоцветочный аромат, и я смотрю, что большинству не всем нравится. А у меня таких флаконов хватает. Поэтому мне так хотелось какое-то мнение сказать дельное. Но не могу. И хотелось мне в будущем каталоге один из ароматиков заказать. И опять же, навряд ли закажу, потому что мне нет возможности нормально их потестить. А вот эти пробники, куда я дену, естественно, их дам обратно. И 200 рублей свои. И как бы не хочу я за них платить. Ни за себя, ни за вот эту мою соседку. Все-таки Эйвен так не должен поступать. Не должен делать замены. Я считаю, это неправильно. Я, конечно, понимаю, что ему лучше деньги получить и сбагрить эти пробники. Но тут уже дело принципа. Верну им обратно. Пусть как бы чувствует, что народу не нравится. Клиент недоволен. И в следующий раз думает, отправлять нам замену или не отправлять. Или хотя бы в программе хотя бы будут спрашивать, можно ли сделать замену, либо нельзя сделать замену. Согласился ли клиент на это, либо не согласился. В принципе, на этом все. Надеюсь, мое видео оказалось полезным. Оно, правда, у меня получилось затянутое. Ну и давайте смотреть видео в моей блузочке, в моей толстовке. На мне. И пишите, как оно понравилось, не понравилось. И так далее. Всем спасибо. Надеюсь, мое видео оказалось полезным. Лайки, дизлайки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы поймать мое следующее видео. Всем пока. Всем прекрасного настроения осеннего. Осень – одно из красивейших временей года. И прекрасных вам покупок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok